Здравствуйте, мои хорошие! Наши эксперты, как всегда, готовы рассказать всё самое интересное. У вас есть знакомые, которые любят приходить в гости без предупреждения? Избежать подобных неловких ситуаций поможет обычный носовой платок. А как его использовать, прямо сейчас расскажут наши эксперты. Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо, что пришли. И я представлю с удовольствием моих друзей замечательных экспертов. Эксперт по качеству продуктов Константин Грубич, кулинар Игорь Месевич, и мальфарка Магдалена Мочевовски. Наташенька, ну можешь прямо сейчас сказать, зачем я принесла носовой платок и как это поможет справиться с незваными гостями? Это мой личный совет, и я расскажу о нём чуть позже. Я всегда радуюсь, когда ко мне приходят гости, тем более, что они всегда делятся не только полезными советами, а и хорошим настроением. Но кроме долгожданных гостей, ко мне сегодня пришли и незваные, угрюмые, очень шумные гости. Они стоят за каждой из этих трёх дверей и ждут, пока им откроют. Гости за каждой из этих дверей олицетворяют три самые распространённые и актуальные проблемы, которые мы поможем вам решить. На каждую из трёх проблем эксперты подготовили уникальные советы, благодаря которым вы сможете избежать конфликтов за праздничным столом, выпроводить нежданного гостя, не обидев его, и сделать так, чтобы люди, которые ходят посевать и калидовать, остались довольны. И ваш ребёнок смог выспаться 1 января. Эти проблемы мы отобрали из ваших писем и готовы поделиться своим опытом. И вот первое письмо. Его написал Олег из Херсона. Этот Новый год с нами будут отмечать и мои родители, и родители жены, потому что в их доме ремонт. Так получилось, что они не ладят между собой ещё с дня нашей свадьбы. В этом году на день рождения жены мы собрались все у нас дома, чтобы отпраздновать её 30-летие. И наши мамы начали выяснять отношения за столом. Успокоить мы их не смогли. Мои родители были очень возмущены и демонстративно уехали домой, ещё до сладкого стола. Очень неприятно было. Подскажите, что сделать, чтобы праздник Нового года не превратился в скандал? К сожалению, такое бывает. И олицетворение этой первой проблемы спрятано за первой дверью. Костя, поможешь открыть? За первой дверью у нас гости, которые не ладят между собой. Из порога уже ясно, что если они оказались в одном помещении, быть в ссоре обязательно. Как этого избежать? Надейка, ты знаешь, один раз я вирішил отцвяткувать день народжения. И как раз перед моим днем народжения мои очень-очень хорошие друзья разошлись. И я взял, подзвонил бывшему человеку и дружине, каждому окремо, и сказал, что вот я делаю день народжения, но у меня на день народжения будет присутствующий твой колишний человек. Да. А ему сказал, что будет присутствующая твоя колишняя дружина. Он пришел до меня на день народжения, она пришла на другой день. Угу. Но, с другой стороны, это же могут быть и родные люди, которые не ладят между собой и нет такой возможности мудро развести их во времени и расстоянии, как это сделал Игорь. В таком случае можно как-то предотвратить конфликт? Если встречаются в семье люди, которые конфликтуют друг с другом и невозможно избежать этой встречи, то ни в коем случае не говорите о политике, религии, спорте, прошлом, в особенности, если это было негативное прошлое, и воспитании детей. Это темы, которые могут поднять обостренное обсуждение и ситуацию усугубить. Даже спорт? Например, папы могут болеть за разные команды. Точно. Поэтому я предлагаю придумать несколько дежурных тем, которые заведомо, вы знаете, будут с удовольствием обсуждать за семейным столом. Это может быть какая-нибудь интересная история, которая приключилась с вами, допустим, в магазине, на работе. Это может быть обсуждение жизни какой-то звезды. Это может быть обсуждение темы здоровья. То есть любую тему, которую мы поднимаем, она должна быть актуальна для всех и не спровоцирует конфликт. Я так понимаю, потому что ты говоришь, что ответственность в целом за атмосферу несет хозяйка или хозяин, соответственно, дома, в котором все эти люди собираются. То есть, если я приглашаю гостей, так мне стало быть и темы придумывать для разговора. Совершенно верно. И это наш первый совет. Давайте его зафиксируем. У меня також бывало ситуации. Пришли двое сусидок, сели за один стил. И как началось, думаю, господи, боже мой, как же ж я вас разборонить? Я думаю, чекайте, чекайте. Я вам на следующий раз устрою. С давних-давних существует старый мольфарский метод. Это не психологический, Наталья, а старый мольфарский. За допомогою якої, чтобы больше не происходило конфликтов у вашей осел. Беремо цукор и беремо сель. Селью сеченою посыпаем с внешнюю сторону вхідных дверей, а сукром с середины, с внутренней стороны. И говорим при этом. Я вас не сварила, я вас не мирю. Все конфликты между вами от своей оселы веду. И они старались уникать любые темы разговора, если и встречались в мене. Слушайте, несколько раз мне приходилось успокаивать гостей. Вот так складывалась ситуация. Спор становился все горячее и горячее. И в это время я просила кого-то из конфликтующих сторон за столом помочь мне, например, курицу из духовки вынуть или открыть шампанское. Ну, то есть отвлекала на что-нибудь другое. Вот, по крайней мере, на некоторое время это действует. Это очень хороший метод, к которому стоит прислушаться. Но у меня есть еще один совет, который, я уверена, поможет разрешить эту ситуацию. Это стратегический совет. Если в вашем доме есть две конфликтующие стороны, которые собрались за одним столом, то постарайтесь никогда этих людей не садить друг напротив друга. Если вы их посадите в один ряд, и вот они не будут зрительно встречаться глазами, это минимизирует потребность вспоминать какую-то неприятную тему и обсуждать ее. Я делаю эти ситуации простейше. Я ставлю много ежи на стол. И есть такая пословица. Краще жувати, чем говорить. Людей роти заняты, и никто ни с кем не конфликтует. Ну, згадывая про автора листа Олега, то кроме того, что ести, я бы радовал часто говорить тости. Если вы пьете качественные напои, так вот, не шкодуйте своих сил, энергии, для того, чтобы хвалить один одного. Ну, единственная порада, что нужно говорить тости по порядку за годинникой стрелкой. Так. Чтобы никого не образить. Потому что новая сварка начнется. Если ты даешь такой совет, у тебя, наверное, есть красивые тости в запасе. Ну, для тоста потрібно, ну, если не шампанское, то принаймні, ну, каву. Кава сгодится. Кава сгодится. Беремо горнятка. Я, до речі, цей вірш колись сам написал, і він має успіх. То есть тост в стихотворной форме? Так. Чотири рядочки. Він такий, философский. Земли мало, муки багато. Солнца замало, смутку занадто. Всесвіту не вистачає, щоб змалювати сюжет. Серце щоденно втрачає. Фарби свої на кохання портрет. Так, піднімемо ж наші келихи, ці горнятка, за те, щоб біля кожної жінки був такий художник, який би не шкодував своїх життєвих сли, для того, щоб змалювати вам щастя якомога більше. Ну, як можна після такого тоста ссориться за столом? Спасиба огромное. Нес-кафе. Первое правило утро. Это очень хороший совет, потому что люди, которые чувствуют себя любимыми, они не такие агрессивные. Открываємо ще один совет? Конечно. Я думаю, що якщо применити всі ці совети, то произойдет маленьке чудо. І вместо вот цих, готових к конфлікту гостей, к вам придуть люди, які создадуть волшебну атмосферу вечера. Давайте посмотрим, що произойдет, якщо ви воспользуєтесь цими советами. Чудо! С цей ситуацией разобрались, а тепер давайте обратим внимание на еще одно письмо, которое пришло в наш адрес. Оно тоже касается встречи незваных, к сожалению, гостей. Пишет нам Елена из Полтавы. Наш дом находится на центральной улице, поэтому в новогодние праздники нас просто атакуют посевальники. Я за традиции. Сама такой была в детстве. Как вспомню эти зимние святки. Брат посевал, я щедровала, но у меня теперь есть малыш, которому нет еще и года. Боюсь, что посевальники будут звонить в дверь и не давать спать моему ребенку. Дети же с добрым умыслом придутся рано утром 1 января. Что мне делать, чтобы и посевальников не обидеть? И ребенок мой в эту ночь спал спокойно. Кстати, не только дети хотят спать спокойно ночью, но и взрослые. Мне лично тоже эта проблема знакома, не знаю, что и делать. Вот так вот громко иногда звонят в дверь, нарушая покой всех, кто живет в доме. Мы открываем, а там посевальники. Судя по тому, как Игорь приободрился и расцвел, вспомнил детство, да? Звычайно. Але у меня на цей випадок есть очень активная порада. Я пропоную отключить звонок. Вас совесть не будет мучить, потому что вы не видели, приходил кто-то, не приходил кто-то. И дитина будет спать спокойно. Совет действующий. Я бы посоветовала повесить на дверную ручку в квартире, где спит ребенок, табличку. Спасибо, что пришли. Не звоните, спит ребенок. У меня тоже маленький ребенок, и я так делала. Но хочу наголосить. Не втрачайте при цьому пильності, потому что далеко не все посевальники приходят с добрыми намерами. Крадежка у великого света буває дуже часто. Тому заздалегідь подготуйте собі в коридорі корзиночку с гостинцями. И обовязково дрібні гроши, чтобы не залишать незнайомих людей на одинці. Особисто я открываю двери только маленьким дитям посевальникам. Когда приходят взрослые незнайомые посевальники, это уже подозрило. Я еще хочу вам рассказать про то, что первое за все нужно обратить внимание на то, кто в дом заходить первым. Чи то человек, чи то женщина, чи то хлопчик, чи то девочка. Если заходить, например, купа посевальников или колядников, то завжди просіть першими, щоб віршик говорив і першим вступив у хату хлопчик. Це старий народний звичай, адже хлоп завжди приносить до хати удачу, а баба сори. Но якщо вдруг ви знаєте, що можуть прийти дівчатка зранці, то маючи сусідського хлопчика, обовязково попросіть його, от прийди зранку, я тобі дам трошечки більше там. І розкаже ваш хлопчик віршик, і вже всі можуть прийти підряд. А що делать з тем зерном, которое остается на полу после ухода посевальника. Ну а коли вже посевали, то не спешайте вимітати, бо виметите с хати счастья. Почекайте день-два, а як правило, в народі чекали тиждень, і після тижня часу почали підмітати, і не викидали. Зібрали в кульочок, або в якийсь мішечок, і якщо маєте дома горщик, то можна було посадити в горщик, або весною просто піти в поле і посипати, посіяти, щоб цілий рік для господаря був удачним, врожайним і успішним. А я ще пропоную на двері повісити кошечок з різними солодощами, з печивом, з мандаринками, апельсинками, і написати «Перегощайтесь, будь ласка». І тоді діти будуть мати гостинця, і все буде добре. Благодаря цим советам і посівальники остануться довольними, і ніхто не потревожить ваш сон і сон вашого ребёнка. Давайте закроєм двір і посмотрим, що произойдёт. Тепер можемо відкрити? Будь ласка. І цю проблему ми решили. І превратили её не в проблему, а в прекрасное продолжение праздника. За що? Спасибо вам огромное. Есть ещё одно письмо от Натальи из Киева. І вот що она пишет. «Есть у мене одна знакомая, дуже дружелюбна, але в гости любит приходить без предупреждення. Недавно вообще со своєм ухажёром пришла, а я була совсем не готова. В квартире не убрана, угостить нечем. Я так неловко себя чувствовала. Подскажіть, як вести себя в таких ситуациях?» У нас осталась третья дверь. За ней незваная гостя. «Да, к сожалению, далеко не всегда гости приносят радость в дом. Бывает, что нежданные гости ломают планы. Иногда ты просто хочешь отдохнуть, ты тут в пижаме, в ночной рубашке, а тебя тут здравствуйте, мы к вам пришли». В мене є власна історія з однією вже з колишніх подруг. Вона приходила в гості без попередження, а могла і лягти, і поспати тут. І потім, оскільки я м'яка людина, але життя змусило все ж таки знайти про теотруту таким приходом. І я став сказати, що, «Знаєш що, я сьогодні не готовий тебе зустріти, прийняти. Давай так, через там кілька днів на таку-то годину конкретно призначаю зустріч». Спочатку вона приходила, але потім всі ці наші зустрічі взагалі зійшли на нівесь. Не знаю, де вона знайшла наступну жертву. Вона така людина. Ти дуже правильно поступила. К сожалению, нежданими гостями можуть бути не тільки друзі, але й родственники, які считають нормальним, раз вони мають з вами кровній связі, прийти в будь-яке час. Тому, звісно, необхідно научитися говорити «нет» і дати незваному гостю отворот-поворот, не обидив його, дуже легко. Достаточно просто воспользоватися трема советами, які ми для вас підготовили. І Костя вже дал перший совет, це назначити час і місто встречи. Так ви не обидите человека, в то же самое время ви покажете, що я готова до встречи, але ця встреча не должна бути для мене сюрпризом. І, до речі, не обов'язково, щоб це було вдома. Але не вийде ли так, що людина буде воспринимати нас як ньогостеприємного друга? Якщо вже ми говоримо про етикет, то як раз з точки зрення уваження к людям, вот такі случайні приходи, сюрпризы, це і є показателем того, що людина не уважає ні ваше время, ні ваше чувства. І зараз я хочу розказати свій личний секрет, зв'язаний з носовим платком. Коли я ще жила в студенческих годів в общежитии, у мене був такий назойливий кавалер. І я думала, ну як же його відвадити. І в очередной раз, коли він прийшов, почав якісь беседи розводити, мені так не хотілося з ним общаться, у мене були совершенно інші плани і настроення, і я решила його обхитрити. Я кажу, ти знаєш, я себе так плохо чувствую. Схватила носовий платочок, стала там чихать, кашлять, делать вид, що я вытираю сопли. Ну, не зможемо ми пообщаться з тобою сьогодні, не получится. Ти знаєш, цей кавалер, він, наверное, спугався віруса, і быстренько собрався, і вшов. Во многих ситуаціях цей способ дійсно ефективен, але все-таки його краще використовувати з дуже назойливими людьми і з людьми, которых ви дійсно не хочете, в принципі, більше в будущем видіти. А я розкажу іншу історію. У мене такий є сусід, ледер-ледер, який теж любить побалакати, ну, не дай поїсти, дай поговорити. Прийшов сусід, і починає теревенти. Я думаю, ну, треба щось придумати. Я видумав, що мені треба поїхати на дачу, зірвати вишні. Але знаючи, що він ледер, я кажу, слухай, поїхали зі мною, допоможеш мені рвати вишні і поспілкується далі. А він каже, та ну, я каже, ви знаєш, мені жінка просила ще подвір'я викосити, то я піду додому. І він розвернувся і пішов. І його не образив, і на вуха він мені не впав. Моя порада, почніть одягатися і скажіть, що ви кудас поспішаєте. Давайте зафіксуємо цей совет. В принципі, це получается такий своєобразний спосіб сказати, що встреча подошла к концу. Є ли другие можливості і способи корректно намекнути засидівшимся гостям, що їм вже пора? Да. Бувають случаи, коли люди не чувствують, що пора вже йти додому. Очень хороший вопрос, який можна задати, це не переживаєте ли ви, що опоздаєте на последнюю маршрутку. То есть проявляя заботу о ближнім, в то же самое время подчеркиваєте, що время вже достаточно позднє. Всі наші друзі, знайомі знають, що ми з дружиною досить таки хлібосольні. Коли до нас приходять гості, прошені, не прошені, ну для нас це трошечки, якщо ми не готові, це маленька паніка. Ми починаємо готувати, жарити, шкварити, а потім я думаю, Свята, ну чого ми цим займаємося? Врешті-решт, давай провчимо, тому що там одна компанія завадилася. Коли черговий раз вони прийшли, я поставив на стіл чайник, чай і навіть ні печива, нічого немає, всі були трошечки здивовані. І ви знаєте, все припинилося, тепер все під дзвінку, нормально, чи ви готові? Я кажу, за тиждень готуємося, ви ж хочете поїсти нормально. Ось так. І зараз время третєго совета, який поможуть вам відвадити незваного гостя. Предложити йому составити вам компанію, вийти на вулицю і пройтись в магазин, для того, щоб купити що-нібудь к столу. Так ви дадите понять, що, во-первых, у вас нічого немає дома, ви не ждали гостей, і в то же саме время, якщо людина злоупотребляє вашу хлібосольність, ви дадите йому можливість вместе с вами розплатитися за покупки і таким образом... Або йому розплатитися в речі, да? І таким образом... І йому вступити, сказати, ну, ні в чому себе не відказувати. Я ще й кошелек с вами забыла взяти, да? І давайте зафіксируємо. Якщо незвані гости злоупотребляють вашей хлібосольністью, пригласіть їх с собой в магазин за покупками, з'помоєю яких ви потім організуєте стол. Давайте закроємо дверь і посмотрим, як сработали наші советы в случае з незваным гостем. І якого ж чудо произойдет, якщо ми послідуємо цим трьом советам? О, так і нет незваного гостя. Ваобіше, розвернулася і ушла, як говориться. Слушай, Наташ, ну, це ситуація, коли ми, по-моєму, перестарались с советами. Подруга ж може й обидеться. Не переживайте, ваша подруга не обидеться. Давайте ще раз откроємо дверь і посмотрим, що ж на самом деле нас ожидає, якщо виконувати все три совета, який ми рекомендували в случае нежданого гостя. Так. Совість прокинулась. І торт і часи. Таким образом, ваші гости стануть долгожданними. Вони будуть приходити всегда в назначенне время і з якими-то приятними вкусностями. Ну, а ви, конечно же, найдете, чем развлечь званых, долгожданных гостей. Я, кстати, очень люблю «Х-фактор», і у мене є свої любимчики. Я уверена, що у вас вони теже є. І вже зовсім скоро ви зможете побувати на їх выступлении. Телеканал СТВ приглашає вас на грандиозний концерт фіналистів п'ятого сезона «Х-фактор». 10 января в Києві, 11 января в Одесі. Не пропустите, це буде незабываемо. Спасибо вам огромное за эти советы. А самое главное, що ви, мої дорогі гости, всегда такі долгожданні. І приходите з тими советами, які роблять нашу життя легче, прекрасніє. Спасибо вам огромное. Привет, Ютюб! Тебе понравилось це видео? Тогда оставляй коментарий і делись їм со своими друзями. А ще підписуйся на наш канал, і ти знаєш обо всім первим.